Еще раз. Метод максимального протоподобия использовался как предваряющий метод. С помощью этого метода мы получали функцию аксюбок или фактическую функцию протоподобия. Но эта функция анализно-этически не решается. Она решается с использованием численных методов. То есть мы находим саму функцию, ее нужно максимизировать. Вот сам процесс максимизации осуществляется не аналитическим образом, то есть мы не ищем там дифференциалов, а мы применяем численные методы. То же самое, если вы переходите к отрицательной функции атлогистической, и, собственно, переходите к функционерации ошибок, которые я писал там Е, где задача не максимизация, а анализация, то там тоже самое, вы там не дифференциалы ищите. Некос правил находитесь, а вы используете численные методы. Нахождение без решения самоаналитической задачи. Либо градиентного скуса, либо метт ньютона, или меттической активизации, хотя бы полтора одна будет. В общем, какие-то чистые подходы. Так, окей. Это с тестом закончили, да? Значит, теперь давайте запишем небольшой кусочек регрессионного анализа. Значит, тема называется подголовок, называется кросс-валидация. Запишите, пожалуйста. Следующая миссия. Когда мы после окончания обучения регрессионной модели, то есть идентификации, то есть нахождение оценок коэффициентов этой регрессионной модели, мы пытаемся определить, насколько модель получилась хорошей. Да, мы с вами на позапрошлой лекции показали часть коэффициентов разных параметров, которые этот вопрос позволяет решить. В частности, там остаточная дисперсия, коэффициент детерминации и так далее. Но в чем тут подвох? Мы, когда считаем после окончания идентификации эти коэффициенты, да, они показывают нам качество модели, но это качество модели, как оно было определено на том диапазоне данных, который фактически модель не знала, то есть и под которые значения она и подстраивала эти коэффициенты. Собственно, проблема заключается в том, что на самом деле это может быть всего лишь, по сути, подгонка коэффициентов модели под имеющееся значение, а не реализация, собственно, нашей цели, то есть когда мы строим именно модель, то есть какое-то математическое обоснование, точнее, правильно сказать, описание, математическое описание каких-то реальных эффектов. может быть в процессе обучения, или потому что мы неправильно подобрали факторы, или потому что неправильно выбрали форму модели, или еще не обработали данные, допустим, нужным образом, и они у нас там разномасштабные, например, получились. То есть из-за каких-то наших ошибок эта задача сменилась просто, по сути, технической задачкой подогнать данные, то есть подогнать коэффициенты так, чтобы они наилучшим образом на этом ограниченном теплопозоне данных соответствовали, собственно, правильной иммунизации планеты. Квадраты спорта. И что в таком случае мы получим? Если модель не обладает вот этим свойством, давайте можем записать, первым есть генерализация, генерализация, это свойство модели, свойство модели воспроизводить существующую статистическую закономерность. Свойство модели воспроизводить существующую статистическую закономерность. В противовес генерализации есть еще такой термин, который называется переобучение. Так как сейчас модно все это говорит в английском, человек называет уровень. Если послушайте речи, они имеют там, ну, до циентистов, то вы подумайте, что они будут там ну, как минимум, не знаю, с какой-нибудь диспортштаб, а то и клянный дом, потому что речь больше будет похожа на английский, нежная на русский. Значит, что имеется в виду? Переобученная модель, она как раз отходит от генерализации и пытается как раз работать вот именно на такое техническое решение задачи. к чему? Потому что она оказывается, когда мы в таком месте, если у нас слишком много данных, в данных всегда у нас есть какие-то выбросы, какие-то, не знаю, какие-то ошибки, или какие-то включения, вкрапления данных, которые нарушают репрезентативность выборки. Модель предпочитает заниматься не генерализацией, то есть как раз описывать основной версии в данных, а предпочитает переобучаться, то есть предпочитает реагировать на малейшее отклонение и подгонять параметры таким образом, чтобы просто максимизировать ту функцию, точнее минимизировать ту функцию ошибок, которую мы ей задали. Ну, в частности, в МНК, это же сумма подажек. То есть в этом случае модель не пытается найти правило, а пытается просто подогнать свои значения, чтобы всем данным максимально удовлетворить. А так как в данных есть ошибки, и повторюсь, часть данных может не относиться, не быть как раз подвержена этому выпущему правилу, она начинает больше обращать внимание на вот эти артефакты, нежели на те данные, которые составляют на основной уносить. Поэтому, когда вы получили даже супер-хорошие результаты метрик на ваше обучающее после обучения идентификации, это не значит, что вы не имеете хорошую генерализацию. Вполне возможно, что вы имеете хорошее переобучение. И для того, чтобы это установить, реализуется еще такая консигура, которая называется синхронос-валидация. Что такое кросс-валидация? Это определенная методика, точнее, кросс-валидация это общая понятия, много вариантов, как ее проводить. То есть, это может быть набор методик для того, чтобы оценить качество модели, для того, чтобы оценить качество модели и ее способность вот эти самые генерализации. Качество модели и ее способность к генерализации. идея для рецептации на самом деле достаточно простая. Предположим, что вы имеете какой-то набор данных. Давайте я сейчас буду показывать на наборе результативного признака. Предположим, что у вас есть y, которые представляют из себя совместные значения. Вот у нас есть наблюдения. Это все наблюдения, которые не имеют. С точки зрения обычного построения регрессии, как мы делали в прошлые разы, мы брали этот массив в полную стилу ценностей из таких же лицин, которые соответствуют этим наблюдениям. И все их отправляли в нашу МНК, получали оценки, получали какие-то оценки качества и радовали жизни. А сейчас мы говорим. На самом деле, для того, чтобы оценить насколько мы правильным образом можем описать наши вот эти как раз правила состичные, мы эту массив значения мы не будем полностью выдавать модели для обучения. Мы построим китрее. Мы создадим некую подвыборку, которую мы назовем обучающую. Обучающая подвыборка. она достаточно большая. Чтобы иметь возможность модели обучить, все-таки с другой стороны, чем больше таза, тем у нас получается точность выше, потенциальная, потому что мы можем тогда более достичь более маленьких значений самосумбота отклонений, значить больших вариант подбора коэффициентов. И соответственно она уже большая. Мы на этой обучающей выборке идентификацию модели проводим. То есть мы здесь получаем какие-то оценки коэффициентов нашей модели. Здесь относительно линейные регрессии или какая-нибудь физическая регрессия ритма модели что-то не было. Любая модель, которую мы используем, имеет какой-то набор и цены. Теперь остатки отсюда не все нас вошли в этот план у нас они еще есть какой-то Y не L или я буду называть Y V V это валидация по-русски обычная тестовая и соответственно вот здесь вот когда я отучил модель на самом деле все эти метрики качества меня будут интересовать ну скажем так просто на уровне приемлемости то есть чтобы я понимал что здесь модель просто на этапе даже банально первого обучения не получается полуфлагов если модель у себя что-то представляет то есть его метрики фазовые преднаконятся в первом гемопазоне они скорее всего будут находиться если опять-таки вы не сильно накосячили с исходными данными то они будут более-менее адекватные ну и ваше предположение и значение может быть неправильное так и тоже может быть что в рамках вашего анализа вам кажется между этими факторами и каким-то показателем экономическим а пока не посмотрите уже модель окажется что нет нет такой связи и соответственно вы открыли новый экономический закон ну есть если не покиня собственно что мы делаем здесь мы осмотрим модель более-менее приемлема берем те значения параметров которые мы получили и эту модель теперь используем для сопоставления с этой подробной то есть формируем y с крышечкой вализационной и теперь у нас есть с вами два теста массива y с крышечкой вализационной и собственно y вализационной тогда модель получалась она ничего про эти значения не знала сколько их как они выделят какие значения соответственно ей на вход чтобы получить y вализационной были поданы факторы ну то есть фактически что такое y с крышечкой вализационной это какая-то по сути будет значит давайте напишем что такое здесь почти это какая-то вот наша модель функция джин ну в случае если линейный регрессив да в случае линейный регрессив понятно что тогда y с крышечкой вализационной они будут пить вализационные модели на mnk судя линейный регрессив да если это какая-то иная модель да то вот мы получили с вами эти оценки соответственно крышки джинейный вот мы получили с вами эти оценки да еще раз эти оценки были получены исходя из формы модели и параметров которые мы ценили в надежде на то что и форма и параметры имеют такой может быть глобальный вопшенный характер то есть что они по сути не являются зависимыми от отдельных значений этого ипса а с рэм для себя такую глобальную картину в этом случае если это предположение верно и действительно модель обладает свойством генерализации то тогда характеристики качества которые мы используем на этом этапе не должны сильно обмечаться от характеристик качества которые мы получим при сопоставлении вот этих полиционных Y модельных и реальных а если на самом деле модель в это время занималась не генерализацией а переоблечением то в таком случае здесь у нас будут прекрасные блестящие характеристики качества а вот когда мы идем сюда мы получим ну скажем так тустое в лучшем случае а в худшем так и того абсолютно весьма древучие что вы имеете в виду под блестящими и не изменится так то и здесь у нас полный квадрат отличающий был допустим 0 10 9 да а вот тогда мы сюда и а в квадрат стало 0 17 а R это просто мы получается берем выборку вот ну как бы словно теперь модель на нее применяем и с тем что до этого ну вот оставалось мы сравниваем да так оно наоборот же если изменится мы увидим разницу ну вот пожалуйста оно так получается блестяще меняется или нет вот еще раз это хорошее значение или R квадрат R квадрат было вообще великолепно вообще деница деница здесь предел максимум достаточно а 017 это очень плохое значит это значит что модель между модель дополнительной при таких параметрах как R квадрат случается она изменилась модель не изменилась но не модель результата результата извини есть то есть еще раз в таком случае означает что модель не обладает свойствами того что она описывает общее правило то есть если мы говорим что Y это часть Y на него должны распространяться те же правила что на Y то есть здесь модель работает а вот здесь не работает это означает что модель не умеет не понимать на самом деле почему Y принимает сильные значения потому что она не может это объяснить она просто училась под конец то есть по сути это триггерная система принятия решений то есть по сути если я вижу X такой Y кстати такой X2 такой я должен написать Y допустим минус 48 все это все что модель научилась делать она научилась думать значит что там Ага X1 оказывает понижающие значит влияние на Y а X2 вырушающие но при этом сила понижения X1 такая а сила больше X2 такая мы хотим отводить вот это чтобы она умела сопоставлять разные факторы на как они влияют с какой силой изменяет значение Y это не воспроизводимо на других вариантов это главная идея собственных объединений консультации когда мы проводим вот такое вот разделение такие вот две сверху это идея понятна да ну скажем так это тоже некоторые такие конструкты которые предполагают значит на них формальных тестов нет то есть если мы получаем 0.17 это не значит что на самом деле там то есть тут могут быть разные факторы влиять на это дело может быть просто оказывается что данных нету такой тоже может быть ну в принципе есть при ленинге преодушения конечно что данных нет на самом деле еще на меры а модель пусть что не она сама нашла вот это тоже может быть предыдущения вот но опять мы здесь не говорим она преимущенная или она генерализирует Скажем так, говорим, но нету, мы не говорим, что есть четкое, прямо именно статический тест на нейрализацию, либо на переобучение. Это скорее, как мы объясняем, почему одна модель показывает действие. И она, в общем, данные были разнородные, и она вместо того, чтобы искать какую-то общую идею, она, соответственно, и просто начала покаять данные. Можем ли мы использовать модель в практическом смысле для работы с ней в рамках либо прогнозирования, либо, что тоже очень важно, важная задачка, как объяснение. То есть, на самом деле, часто, когда устроены линейные регрессии, или линейные регрессии, почему они до сих пор популярны? Они, с точки зрения практических характеристик, на самом деле, отстоят. То есть, существует огромные, конечно, более современные варианты построения прогнозов модели, которые более точны. Но почему регрессионные модели до сих пор очень популярны в экономике? Потому что они очень понятны, они очень трактуемы. Мы можем увидеть эту линейную регрессию и сказать, ага, вот здесь появляется такой экономический эффект. А когда мы посмотрим на очень точную нейросеть или на очень точную случайность решения, мы посмотрим на него и ничего не скажем, в лучшем случае. Потому что мы ничего не понимаем, как это работает. Серьезно. Даже для дерева решений, с 15 факторами, там вы уже получите, там порядка 500, там веток. И вы не будете понимать, как это работает. А линейные, если вы понимаете, как работаете, вы понимаете, как факторы влияют. Вы можете таким образом сказать, вот здесь это такой экономический эффект. Потому что это зависит от таких и таких факторов. И я смотрю на коэффициенты, я понимаю этот знак, я понимаю силу, влияние каждого фактора. И я могу это объяснить. Соответственно, если при этом модель не генерализуется, значит, тогда какой к черту механизм вы нашли? Вы ничего не нашли? Вы нашли просто, ну вот там подогнали данные. Бесполезно. С прогнозами моделями тоже. Если вы говорите, я все прогнозирую. Ну хорошо, вот на OutChange вы прогнозируете. Нормально, воспроизводится. Вот, подали новый кусочек данных, а модель уже рисует ерунду. Годится ли такая модель для прогноза? Ну нет. А в домашней работе мы говорили выбор, кто есть? В домашней работе? Нет. Ну, а, подон. Делили, да. Делили. Можно сказать, что это была такая концентрализация, но она была такая. Учебная. На самом деле, так понятно, что, скорее всего, у вас там получится не очень хороший результат. Ну, собственно, потому что там как раз показывалось влияние этого фактора Агрокалша на эти вещи. И эти модели, которые были обычно на одном куске, они видят, что они работают на другом. Ну, скорее, это вариант как раз, да, когда определенная консолидация вам показала платить результат. Ну, точнее, как, показала, что модель, которую вы сделали, она не работает на другом куске, да. Спасибо. Значит, окей. Теперь, собственно, важный вопрос. Вот, да, хорошо, что вы не поняли про домашнее задание. В домашнем задании, действительно, у нас был, как бы, тоже некоторый вариант, как можно разделить данные на две части. Вот. Но, на самом деле, в домашней работе это был не очень хороший вариант, с точки зрения этого разделения. Почему? Ну, точнее, как, опять-таки, для некоторых задач, может быть, он был и ничего. Но тогда, как бы, он был атрибутивный. Ну, конечно. Это отдаётся на лодку генераторов в стоянии. То есть, мы, значит, тоже разыгрываем, в какую выборку пойдёт каждое наше наблюдение. В обучающую или в валидационную? Обычно обучающая выборка значительно больше, чем в валидационную. Ну, то есть, обычно устанавливают некоторую пропорцию. Обычно говорят, что я буду разрывать 8 на 120. Да? Или, там, 70 на 30. Или 60 на 40. Ну, вот, 60 на 40, это, наверное, вот предельная по доле коллекционной выборки, кстати, всех. То есть, обычно 50 на 50 не делают. Потому что всё-таки для обучения данного нужно значительно больше, чем для проверки. В проверках процедура более простая, чем само обучение. Опять-таки, чем сложнее модель, то есть, чем больше факторов в ней используется, чем сложнее структура, тем больше вам данных для обучения нужно. Вот, поэтому это предельное значение. Ну, вот, восстанавливают такое, значит, соотношение. И случайным образом разрывают вашу руку на две части. Это хорошее решение для таких козненьких работ. Но, опять-таки, тут какой может быть положительный. Я тоже, как я говорил, значит, почему у нас, человек, проблема в том, чтобы нейрозация не существует. И не воспроизводится, да? Хотя даже, если так вот, зубить натриона, там даже есть, реально, какие-то правила, да, которые, ну, должны работать, должны как модель подсвечить. А не известно, почему? Потому что, опять-таки, есть проблема у вас данных. То есть, представьте себе, да, что у вас там, условно говоря, 80 элементов, ваш выбор, они придержаны какому-то общему правилу, а еще 20 нет. Но, при этом, 20 какие-нибудь там имеют, ну, большие значения. Или, ну, какие-то опорные точки. И поэтому модель, конечно, может очень сильно подбиваться. Ну, опять-таки, представьте себе, вот у вас 20% значений не срывают, да, за таким недоступным правилам. То есть, на самом деле, как бы, модель вам вполне может, даже с такими условиями, создать хорошую, то есть, метод, да, регрессионный, может вам создать хорошую модель. Вот. Но, в чем может быть проблема? Вот вы разбиваете там, допустим, 70 на 30 и 80 на 20, да, и у вас так, случайно, получается, что 10% всех этих странных значений идут вам прямо в революционные выборы. Ну, то есть, не 10% нельзя, а 10%, ну, по сути, половина всех странных значений. То есть, по сути, у вас в вашей революционной выборке будет половина значений, которые сами в себе не являются нервничком. Это, конечно, в сроке идти не то, чтобы частое, но, если честно, полностью нельзя. Не то, чтобы редко. Ну, совсем редко, кстати. Не обращайте внимание. Такое может быть, потому что у вас в вашей революционной выборке будет случайным образом отобрано какой-то значений массив данных, где существует генерализация. И, разумеется, вы получите, ну, такие результаты смещенные. Поэтому есть сейчас какая самая популярная форма работы с консультацией. Это называется метод KFOLD. Ну, FOLD, вообще-то, это английское слово. По-английски, а в переводе, означает K-владение. Проферилизация. Что такое K-владение? Что такое KFOLD? Значит, вот, у нас что есть? У нас есть, значит, допустим, тоже, мы здесь выбираем слезы параметры. Только уже не пропорцию, а мы выбираем как раз количество K, собственно, в владении. Обычно, обычно, K – это 10. Ну, тоже, это, как бы, такое береческое правило. То есть, не является чем каким-то законом. Ну, обычно, так дело, для удобства. Так можно брать, там, и тоже, в зависимости от размера выборки, или от зависимости тоже от наличия численностей. Может, и меньше, может, и больше. Значит, в чем идея заключается? Вот давайте мы нарисуем сейчас нашу выборку, да, и видите, такого графического отображения, где прямоугольничка, да, где течечечная структура, где, там, каждый ячейк, каждый. Это наблюдение. Просто так водичные удобные слова, и понять смысл этой идеи. Итак, значит, мы говорим хорошо, значит, если у нас K – это 10. Что это означает? Это означает, что мы обычно заранее, ну, перемешивают, тоже все это в порядке, размешиваем значения по этому уровню. Опять-таки, если это мы не выйдем на ряд, где такое делать нельзя, для временной рады нельзя. Значит, ну, вот это, допустим, наши непространственные данные, данные мы перемешали, и разбиваем теперь нашу всю вот эту вещь на, собственно, K-частей. Вот, допустим, я вот один, вот там второй, ну, и так далее. Ну, теперь разбили на какое-то решение. Разбили на какое-то решение. Ну, дальше что мы делаем? Теперь мы последовательно каждый пункт будем объявлять эволюционной выборкой, а все прочие пункты будем объявлять встречающими. то есть на первой итерации, на первой итерации, вот это будет эволюционной, а второе все это будет эволюционной. Дальше. Дальше. дальше делаем как в общей методике, да, то есть, обучая на обучающей выборке модель, эволюционной мы ее проверяем, то есть фирма смотрит, сохраняются ли опять-таки там свойства работы этой модели. Дальше. Дальше. Вторая, второй шаг операции. Теперь мы говорим, все, на втором шаге первый фонд снова становится обучающей выборкой. А вот второй фонд на втором шаге становится эволюционной выборкой. Мы тоже делаем все как обычно. то есть, на обучающей части обучаем модель, на эволюционной бюростируем и смотрим работоспособность. И так далее. То есть, мы пробегаем весь наш массив значений, поочередно объявляя каждый последующий фонд в эволюционном значимом и предыдущий тест обратно выкидывая в обучающую. И таким образом мы с вами имеем по сути десять, ну, или сколько там, к штук результатов. Мы таким образом с вами убиваем на самом деле тоже не сказайте. Во-первых, мы избавляемся от диктата случая, что у нас какую-то эволюционную выборку будет записано слишком много плохих значений. Во-вторых, мы делаем основные более точные, более подробные исследования с точки зрения возможности гидроизоляционных рисунно-составляющей, которые наш модель полагает. То есть здесь мы не один раз эту эволюцию проводим, а данных лишь каждый раз. И опять-таки в идеале, в случае, если мы правы, и наше предположение о факторах, о характере моделей верно, мы для всех этих десяти случаев должны получить схожие результаты. Иначе это будет там тоже что-то говорить о том, что существует что-то не очень хорошее. Если на половине работает, на половине не работает. Значит, в этом случае можно говорить, что скорее всего есть какие-то неучтенные нами факторы, которые вот там загадочно проявляться. Нужно, конечно, как разница произошла. И в-третьих, на самом деле мы можем получить таким образом уточняющие значение самих коэффициентов. А именно, в каждом из этих итераций мы же строим по сути свою собственную модель. Да, с одними этими же факторами, да, с одной и той же формы, но модель будет своя. И соответственно оценки тектор будут меняться. Немножко, чаще всего. Опять-таки, если они сильно меняются, то тоже нам сигнал, что что-то пошло не так. Потому что не могут сильно меняться коэффициенты, если у нас есть, как бы, как мы предполагаем, некая общая правила. Значит, и если у нас действительно есть набор не очень сильно меняющихся значений тета, мы можем построить для них объединенную оценку. на практике, на практике, эти просто берут коэффициенты того фолда, который показал просто наилучшие результаты, но можно и сделать более правильную вещь, построить как раз объединенную оценку. Именно, мы по сути каждой коэффициент модели будем считать, как взвешенную сумму всех оценок, которые были получены на разных фолдах, где с вами будут наступать как раз таки качество, которое было получено для этого фолда. То есть, чем более сильный фолд, с точки зрения качества валидации, тем больше вес его оценка будет привносить в итогу. Вот и таким образом, в результате этого итерационного алгоритма мы с вами сможем наладиться на вопросы и касательно надежности нашей модели, и касательно точности нашей модели, ну и по сути уточнить ее акцент и ее парамет. И это поэтому считается сейчас самым интересным методом профс-валидации. Так, это понятно? Хорошо. Ну, собственно, профс-валидация вам понадобится. Надо ответить на третьего этого народа. Поэтому третьи идеи, которые я на сегодня вложил. Что-то сочиняется из поля-дольчего поля-дольчего поля-дольчего. У меня не доля. Вес, если против. Вес, это не доля. если чем выше качество какого-то показателя качества валидации, допустим, рквада, тем выше вес в среднеизвешенной сумме для оценки видненного цена. Ну, еще раз. Вот, допустим, у нас есть какой-то индий коэффициент. Да? Значит, вот хотим бы считать его объединенную оценку. Я это слово здесь с меня не вынится. Сигма большая иначе сумма объединенная. Как мы его положим? Здесь и от единицы и и и g от единицы до k и и и и виден с умноженный на вес допустим, если мы работаем с радиационной моделью, мы можем вычитывать через R квадрат или через прошлое в принципе, что будет более-менее Допустим, VG через R квадрат это будет R квадрат G на сумму всех R квадратов или, если мы хотим, допустим, основной отстачной дисперсии тогда обратно в формуру здесь чем больше, тем лучше а там, чем меньше отстачной дисперсии, тем лучше то есть это будет единица на S квадрат Gt деленное на сумму единица на S квадрат Lt да, где Lt это все S квадраты этого, значит, L-того фолма звучит получилось на на самом деле я думаю это не ну Идея в том, что у нас чем меньше дисперсия, тем лучше. То есть мы считаем здесь обратное значение дисперсии. То есть здесь в таком случае вес он как? Если у нас S квадрат будет очень маленьким, то вот эта ветчина будет расти. И вес от S тоже будет тоже расти. Форма модели не меняется, факторы не меняются. Если говорить именно про саму модель, то есть про конкретные оценки, не меняются, они разные. Поэтому я и говорю, что потом мы можем так же собрать еще обобщенный модель на основе всех трубок, вот как бы исходя из этих оценок. Так, окей, с этой темой закончили? Или есть у нас с этой темой? Все окнулись к телефону. Даже не ради этого не плава. Так. 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 Так, запишите одну заголовок, это большая тема. Что иногда в русскоязычной литературе их называют «реды динамики». Насчет фанглазичной литературы чаще всего используют чермен файм «Силис». Давайте запишем зрение. Это динамики. Это динамики. Определённого статистического показателя. Набор значений определенного статистического показателя. Это расположенные в хронологическом порядке. Расположенные в хронологическом порядке. В принципе, временной ряд всегда можно считать многомерными статистическими данными. В принципе, временной ряд всегда можно считать многомерными статистическими данными. Многомерными статистическими данными. Даже если рассматривается всего один социально-экономический показатель. Это связано с тем… что метка времени это связано с тем, что метка времени… или отметка времени… или показатель времени… А показатель времени является неотъемлемой частью временного ряда. временного ряда. Что касается этого самого времени… Временные ряды разделены на два типа. Именно исходя из того, как они работают со временем. Временные ряды бывают… моментные… моментные… и интервальные… значит… в чем разница? в моментных временных рядах… в моментных рядах… вот этот самый показатель времени… указывает… на… абсолютно точный… конкретный… момент… в момент… в моментных рядах… в моментных рядах… в моментных рядах… в показатель времени… указывает… на абсолютно точный… конкретный… момент… фиксации… значения… временного ряда… это самый простой вариант… то есть… момент фиксации… момент фиксации… значения… временного ряда… это самый простой вариант… то есть… нас… мы с вами живем в мире, где время течет… некоторые физики… поэтому мы говорим, что мы живем в четырехмерном мире… в мире… я не физик… я не понимаю, что не мир это… значит… но тем не менее… когда мы фиксируем… какие-то события… да… то есть… события только время не меняются… и… вот… некоторые… моменты… допустим… даже количество инцидентов… а количество в аудитории… оно бывает раз… вот… например… сейчас… какой инцидент в аудитории… количество изменилось… соответственно… если бы… у нас стоял бы какой-то… швейцар… на входе в аудиторию… и фиксировал бы время… да… мы могли бы с вами получить… раз пример… этих данных… да… когда мы фиксировали… вот… сейчас… время в часах такое-то… произошло… событие такое-то… да… количество студентов в аудитории… до этого времени… составило… как говорят… ну… 50… до этого… оно было… иным… а… с интервальными… сложнее… рядами… если в моментах… мы фиксируем… какое-то… конкретное… значение… с интервальными рядами… мы можем фиксировать… на самом деле… некоторые… разные… значения… ряд… что такое интервальные временные ряды… интервальные временные ряды… это… такие ряды… где… значение… ряда… представляет собой… представляет собой… фиксацию… различных… состояний… исследуемого объекта… фиксацию… различных состояний… исследуемого объекта… за… период… времени… ну… без интервала… ну… нам по-русски… проще сказать… за период… час… день… месяц… неделя… год… значит… в чем сложность… фиксировать… различных… вариант… состояния… вот… та же самая ситуация… студентка… в аудитории сидят… я задаю вопрос… а дайте мне… характеристику… сколько было… студентов… на паре… на паре… это понятие… растяжимое… 14-30 до 16-05… к слову… 16-05… сколько времени… 45 минут… 45… кому как… вот… соответственно… у нас… с вами диапазон времени… от 14-30 до 16-05… я спрашиваю… сколько было студентов… в этом периоде времени… что мне сказали… среднее… ну… может сказать… среднее… ну… всего-то было вот сколько… максимальных студентов… да… кто-то скажет… ну… на начало паре было столько… с плинкой… не с паре было столько студентов… да… а кто-то может сказать… не знаю… в течении… там… словно говоря пары… пришло столько студентов… имеется в виду… сколько студентов было… на начало… и как… как он изменил их в течение времени… то есть… с интервальными рядами… мы можем записать разное… разные значения… разные варианты… по сути… один и тот же показатель… мы можем записывать… за один и тот же период времени… нет… но он не сможет… неизменным… остается только то… что мы фиксируем… сам этот… сам период… ну… вот… поэтому… в интервале… как я уже говорил… есть некоторые… варианты… как раздают… это очень важно… внимание… как вы их формируете… потому что в варианте… что тут, наверное, имеет место быть… и на… вполне неплудопустимые разумы… что нам… запишу еще… в ней… ээээ… еще раз… записи… как отличается временной ряд… от случайной выборки… отличие… временного ряда… от случайной выборки… одно или их несколько будет… два… два… сейчас… значит, мы с вами помним… да, что случайная выборка… это напор независимых… случайных причин… распределен… по основному… и тому же закону… вот… временной ряд… разбивает… в древесине… своей… концепцией… это определение… первое… отметьте… пожалуйста… что… элементы… временного ряда… не… являются… статистически независимыми… элементы… временного ряда… не… являются… статистически… независимы… ну… или… если еще более точно… можно сказать… не… обязаны… быть… статистически… независимы… в принципе… можно создать… временной ряд… где члены… все… есть… независимы… которые… такие… есть… варианты… но… как правило… с точки зрения… практически… эти… выглядят совершенно бесполезными… ряда… ну… например… белый шум… тоже… я кому-то уже рассказывал… то… это тоже… временной ряд… с определенными… статистическими… 300… ну… независим… но… так сказать… в народном хозяйстве… применять белый шум… не очень… бывает… а… а… если брать разных людей… ну… допустим… ну… получается… как бы… заданный интервал времени… да… вместо каких-то наблюдений… у нас интервалы времени… если мы берем разных людей… там… не знаю… ну… там… проверяем… да сколько там… они… не знаю… пассиан собирают… так разных людей… мы берем… они же друг от друга… эти наблюдения будут… независимы… нет… вы… берем если не временной ряд… не временной ряд? а.. это если берет одного одного человека… и… да… и как он собирает… россиян… допустим, в 2020 году… да… если мы берем разных людей… это… ну… это уже просто размыгдан? а… значат… Что еще? Второе. Члены элементов временного ряда не распределены по одному и тому же закону распределения. Продолжение следует. Продолжение следует. Элементы временного ряда не распределены по одному и тому же закону распределены по одному. А почему? Потому что со временем распределены. То есть скорость сборки, как вы говорите, когда человек тренируется. Опять-таки, что такое фиксация времени сборки? Наверное, когда мы берем среднее время сборки, то есть тоже совершенно величина. Но в целом, если даже это нормальное распределение, если человек тренированный, то его среднее время сборки будет уменьшаться. И, соответственно, тот же самый временной ряд, но это уже не параметры. Значит, они будут одинаковые. Если честно, немного непонятно, почему, когда мы берем уже разных людей, мы не можем называть временными рядами. Просто по определению. А почему это временной ряд? Потому что у нас показатель связан различными технологическими порядками. А вот тут у нас показатель такой. Если это разные показатели, то это разные показатели? Скорость сбора в среднем. Берем, например, в университетах с студентами. Вот если вы там наберете, тогда да. То есть если мы берем там, например, студентов УЗА и вот вберем этих показатели, среди них где отмечаем, то уже это будет именно ряд? Я, вне, если эта вот. Почему это не случайная величина? Угу. Почему это не случайная величина? Что было? Ну, то что говорит Игорь. Мы берем студентов УЗА, в всякое время, за которое они что-то делают, а ходим в случайная величина, аж получается. Я не говорю, что это не случайная величина. Я говорю, что она расположена по разному. Просто изменяются свойства набора освещенных величин, которые у нас были в пространстве, когда-то здесь. Собственно, почему мы вводим эти ограничения? Почему мы так говорим? Потому что эти свойства позволяют нам потом, в будущем, делать модель временных рядов. А базовые модели временных рядов, они без факторов. Но если мы не вводим вот эти ограничения, что существует зависимость между элементами ряда, что распределения меняются, те модели, которые используются для временных рядов, на самом деле, они были бы невалюдны. То есть мы не имеем права быть другим. Мы изначально такие события, которые зависимы друг от друга. Ну, как бы закладывать. Ну, получается. Опять-таки, смотрите, если бы... Ну, по-моему, там, если он оставляет студентов играть, не знаю, там, в пассианс, если он замеряется в городе... Ну, вот, смотрите. Тоже добавил момент. Вот, у нас, опять-таки, не знаю, может кто-то даже более в этом плане лучше знает кто-то, но вот у нас достаточно давно уже, ну, не 10 лет, но, мне кажется, лет 6 как минимум, проводится такая штуковина, конкурс у студентов года и что-то такого. Да. Или кубикчик-лужебный клуб, что-то есть такой. Я не знаю, может даже кто-то здесь там, кто занимается как-то, балансерским мероприятием действием. Ну, в общем, тоже, как бы, уже такое стабильное предвесие, где, ну, вот, соревнуются разные учебные группы из разных отделений, кто быстрее всех продержит, кто больше продержит крещенки там, кто быстрее всех играл, и так далее. Проще, вот, отвлекать будут эти самые конкурсы, да. Вот. Ну, я думаю, что вы тоже понимали эту самую часть. Конечно. Вот. Значит, вот, поэтому... Опять-таки, вот, если кто-то более-менее... в это погружен, ну, вы знаете, статистику? С точки зрения того, как изменялись результаты учебных групп. Потому что я вот смотрел, на самом деле, у меня... Ну, так, конечно, я очень мельком, но у меня осталось впечатление, что существует такой устойчивый тренд на повышение среднего бала к концу соревнований по учебным группам. Вот. Может, я, конечно, не прав, они меня поправят, но мне казалось, что так оно и есть. Почему? Опять-таки. Урубие группы, сами понимаете, разные. Вот. Вот. Мне кажется, потому что мы уже живем с вами тоже в сложной сочинстве дня, с вами экономической, да? Да? И здесь есть такой фактор, что, когда проводили этот год из первого раза, понятное дело, всегда существует куча всяких косяков, и там, непонятностей вообще, зачем-то нужно, и проблем с кондикацией, вот. А потом, если с каждым годом, это все становится более-более известной, успешной, например, интересной, и количество студентов, увлеченных людей, оно увеличивается, и мы имеем действительно разгоняющийся, по сути, тренд. когда мы на одном и том же, по сути, вазисе, да? Ну, как бы, за счет именно вовлечения в это дело все больше людей, ну, да, первохузники становятся более активными. Хотя, они вот, вода и вуз, впервые с этим сталкиваются. Вот. А то же самое, сфигы, да? Когда мы начинали принимать сфигы, я просто помню там, количество участок остается все меньше, и средний балл поднимается. Я не застал этого момента, но были истории, когда люди залетали в рефи, там, 150-60 баллов. Вот. На бюджет. А? На три экзамена? Да. Куда? На этом, где-то, в районе, там, как раз, начало, какие-то четырнадцатые, там, тринадцатые годы. Такое было. Тогда баллы в целом были низкие. Да, там, в целом ЕГЭ так задавали. Ну, так, ну, это разные вещи же. Ну, это не сопоставимо с шестьдесят. Если вы будете каждый год выставлять пять людей, в пасьянх. 160 баллов в 2013, 160 баллов в 2021, это две разные вещи. Я про то, что здесь, конечно, ваш пример будет, на практике, будет точно по нему, у вас будет тоже повышающаяся тракт. Если это будет какая-то, более-менее, массовая активность, которая будет завершена на инверситет. Да, формально, это будут независимые люди, которые будут, которые вы будете заверять. А по факту, вы увидите, что они будут отталкиваться с результатов прошлых лет. И то же самое, вы считаете, выберитесь. то есть, вот это, с сечение времени, сколько студентов складывают по сеансу, это не будет играть современным летом? Если, знаете, если студенты разные, мы фиксируем, да, именно факт разных студентов, разные времена, это не временный лет. А если вы имеете, вот, один груз мифи, не мифи, среднее время сборки, в 2016 году, среднее время грузов, в 2016 году, среди, там, участников, экспериментов, это будет уже временный лет. Потому что объект у вас сохранится, во временный лет, но важно сохранять один и тот же объект. Если вы объект меняете, то, соответственно, тогда это временный лет окраснется. Последний балл по статистике от года к году растет? Нет. Ну, нет. Какие выводы можно сделать? Он меняется, скажем так, но... То есть не увеличивается, значит, он не читается? Ну, тут есть много партеров. Подгоняется до константа? М? Подгоняется до константа? Нет, рукопит, например, все не повлияет. А, да. Поэтому, как бы, я думаю, что, ну, опять-таки, мне кажется, был рост, но, после ковиду, ну, то есть, можно получить... У нас не только по статистике, в целом, как бы, больше год был совсем. Ну, опять-таки, вот поэтому мы говорим, что это не является полностью одинаковые в пункте вероятности, потому что в этих ситуациях, из-за воздействия внешнего фактора, у нас, для каких-то годов, взнялась совершенно другая компенсация распределения. Для размышления компенсации. Так, ну что, мы успешно с вами поговорили, если мы говорим за время. успешно. Поэтому, я сделаю это. Спасибо. Спасибо.